Радио Болтком Добрый день всем, кто нас сейчас слушает. В эфире программа «Зеленая лампа» – благотворительная программа. Веду ее я, Ольга Авдевич. И сегодня у нас в студии очень молодые, красивые, очень хорошие люди. Это руководители волонтерской организации BeKindLV. Юлита Вильюшита и Даниил Ульянов. Юлита и Даниил, здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас видеть, потому что то, чем вы занимаетесь, оно имеет прямое отношение к теме нашей программы. Потому что мы формулируем, что наша программа о тех, кому нужна наша помощь, и для тех, кто хочет помогать. И вы вот как раз те люди, которые хотят помогать, и помогают, и объединяют в своей организации таких людей. И я напомню, что наша программа устроена таким образом, что раз в неделю мы рассказываем историю человека, взрослого или ребенка, которому именно сейчас, именно вот в этот момент, на этой неделе, нужна помощь на оплату лечения. И на этой неделе у нас история, очень такая, ну как, трогательная история, просто вот сценарий для мелодрамы. Мы помогаем паре, это Евгений и Елена Селявины. Они оба в инвалидных колясках. Они снимают квартиру на первом этаже. Но так как квартира не в собственности, то устанавливать подъемник там никто им не может и не будет. И им нужен такое вспомогательное оборудование. Называется мобильный лестничный гусеничный робот-подъемник. Вот, там определенные модификации. И это цена их свободы. Потому что, несмотря на то, что они сняли квартиру на первом этаже, есть восемь ступенек, которые они не могут преодолеть. И цена этой свободы для этой пары – 2895 евро. И в благотворительном фонде BeOpen открыт специальный счет помощи Елене и Евгению Селявину. И подключен на неделю ровно наш благотворительный телефон. Напомним его, 93006384. Это 1 евро 42 цента за звонок. Еще по ходу программы я расскажу подробнее эту историю. Потому что, в принципе, можно про них рассказывать часами. Это удивительная история, удивительная пара. Как они познакомились, как они поженились. То есть, какая беда с ними случилась. То есть, они инвалиды не по здоровью. А просто оба несколько лет назад попали в автомобильную аварию. И вот после аварии перенесли множество операций и вынуждены сейчас передвигаться в инвалидной коляске. Познакомились они в пансионате Гайлизерс, куда оба попали. И вот там вот случилась любовь. И они расписались и уехали из пансионата. Потому что во время ковида стали вводить ограничительные меры. Они не могли сами выезжать гулять в то время, в которое они хотели. Только по расписанию, только с сопровождающим. В магазин даже в маске нельзя. В общем, они решили сбежать из пансионата и снять однокомнатную маленькую квартиру в московском районе. Очень дешево. Хозяйка им отдала. И вот их две маленькие пенсии уходят в основном на лекарства. Лекарства в основном обезболивающие. Мы были у них в гостях. Показали целый мешок этих обезболивающих лекарств, которые нужно менять. И для Жени врачи рекомендуют, что ему нужна операция на тазобедренном суставе, чтобы убирать эти боли. Но операция платная и очередь. То есть если бесплатно, то очередь более двух лет. Если платная, то эту очередь можно сдвинуть и ускорить. Поэтому мы очень надеемся, если наша история, которую мы рассказываем, которая опубликована на сайте mixnews.lv в рубрике «Зеленая лампа», кого-то тронет, заденет. Может быть, кто-то из предпринимателей откликнется. И если мы соберем денег больше, чем вот эти 2895 евро на подъемник, то у Евгения появится надежда, что он сможет уже, ну как, необходимый минимум для начала лечения. Вот так высчитали, что это 5200 евро. То есть вот эта операция, чтобы просто убрать боли. Вот. Но я рассказываю это так вот драматично. Но на самом деле это чудесные, как самодостаточные, энергичные, оптимистичные люди, любящие пара, которые любят и хотят жить. То есть это не то, что вот какая-то такая безысходная ситуация. И почитайте эту историю. Там есть фотографии, там есть масса трогательных, милых и смешных подробностей. И если вот у кого-то опускаются руки, или вот настроение куда-то там падает, или депрессия, или у кого-то масса каких-то претензий к жизни, к близким, к судьбе. Просто почитайте эту историю, и вы поймете, как у вас все прекрасно. И как мы все должны быть благодарны тому, что у нас есть. Напоминаю, что гости нашего эфира Юлита и Даниил, руководители волонтерской организации Be Kind LV. Это молодая организация, это молодежная организация. Ребята, вот расскажите, с чего все началось. Потому что, ну как вот, у всех есть свободное время досуг. Мы знаем, что вот, ну как вот, молодежь проводит досуг. Это путешествия, или какие-то встречи, или там развлечения. И вы решили, что ваше свободное время будет посвящено помощи тем, кому она нужна. Именно так, да. Спасибо за представление такое теплое. Началось все с, на самом деле, с 9 мая. И потому что мы оба состоим в организации, которая раньше организовывала, собственно, сам праздник в Пардаугове. И, ну это как бы такая финальная часть всего. А еще круглогодичная помощь ветеранам Великой Отечественной. И развоз подарков, собственно, вот перед прям непосредственно праздником. И там у нас, ну вот там, собственно, и зародилось это, наверное, движение. То есть Юля, она руководитель волонтеров была и есть. А сколько вам лет было, когда вот вы обратили внимание, что вот есть вот эти старенькие уже, в общем-то, да? Уже даже не пожилые, потому что ветераны – это уже такая возрастная категория, очень солидные люди. И что вот вы должны им помогать. Сколько вам лет было? Ну, мне кажется, мне было лет 5, когда меня начали водить к памятнику освободителям. И я тогда дарила только цветочки ветеранам. И смотрела, как им тяжело передвигаться. И где-то в лет 15 мне пришло осознание то, что можно как-то большим количеством внимания им помогать. Вот тогда попалась такая организация 9 мая. Мы начали ездить, помогать с девчонками мыть им окна, ходить за продуктами в магазины. Как-то вот это из семьи пришло, и очень-очень рано. И вот где-то в 15 лет я помню такое первое осознанное желание больше в это вкладывать и больше времени уделять помощи. И чтобы сказать спасибо, успеть сказать спасибо этим людям. У меня, наверное, чуть позже. Ну, по возрастному точно. То есть я долгое время занимался исключительно организаторскими какими-то вопросами. А потом в какой-то момент начал понимать, что делают волонтеры. Ну, то есть у меня был сначала какой-то такой травматический опыт, когда самое первое, там еще лет 10 назад, когда мы ездили, поздравляли первый или второй раз ввоз подарков. Я попал в несколько семей, где, ну, там и отношение было такое к ветеранам странное, и условия жизни были очень тяжелые, очень тяжело было с этим справиться. И я, ну, на долгое-долгое время перестал вообще сам посещать. Вот, а потом как-то вот познакомился с Юлей и вернулся в это движение. И уже стало все немножко через другую призму просматриваться. Да, ну, у меня такой еще взрыв, мне кажется, произошел после трагедии в Золе Туда, когда все люди как-то объединились, начали помогать друг другу. Кто предлагал за детьми приглянуть, кто помогал супы варить, приносить людям, которые вот в зависшей ситуации там стоят около этого забора. И я там рядом училась тогда в Риге Сэмотнея Тебас видеоскола на курсе видеооператора. И я ходила все время через эту максимуму, мне было так страшно, и я поняла то, что я не могу просто сидеть сложа руки. И тогда была первая поездка вообще в детский дом, еще не было никакого бикайнда, еще ничего не было. И вот мы как-то собрались активистами, неравнодушными ребятами. Мы все молодые, нам тогда 18, мне кажется, никому не было. Ну, там, около 18. И да, как-то вот все закрутилось, и потом вот после 9 мая, 3 года назад, мы поняли то, что хочется объединить и детские дома, и животных, и людей, которым необходима помощь. И оставить также и 9 мая. И как-то мы поехали все отдыхать, думаем, надо, да, что-то организовывать больше, объединяться. И очень-очень замечательный отклик был в сети, к нам присоединились наши друзья, друзья друзей. И нас становилось все больше, 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 и решили официально зарегистрировать нашу Бедрюбу. Ну, знаете, вот вы правильно говорите, что иногда даже удивляет вот этот вот какой-то всплеск активности и отзывчивости. И я сейчас хочу поблагодарить всех наших читателей нашей рубрики на Mix News LV и наших радиослушателей, и наших друзей в социальных сетях, в Фейсбуке, за отзывчивость, которую они проявили по поводу истории человека, о котором мы рассказывали на прошлой неделе. Это рижанин Андрей Грейден, 43 года ему, и ему нужно было лечение на оплату онкологии в Белоруссии. В Латвии по нашему европейскому, ну, латвийскому существующему протоколу ему больше ничего было не положено, значит, никакого лечения, только палеотивный, значит, дальше уход. И они нашли вариант в Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. Врачи за него берутся, они назначили ему курс и, возможно, даже готовы будут сделать операцию, за которую наши врачи не брались. Нужно было собрать 5400 евро, и на данный момент мы собрали 5065 евро. И вот этот хвостик 335, я уверена, что еще те, кто в интернете видят наши публикации, потихонечку он дособерется, потому что вчера у нас грохнулся Фейсбук и все социальные сети. Вчера день социальной активности у нас пропал. Вот, и на счет поступило 5065 евро, и было сделано 1565 звонков. Вот мы эти вот полторы тысячи людей благодарим от всего сердца и тех, кто делал переводы. И напоминаем, что реквизиты для перечисления помощи в фонде BeOpen опубликованы на сайте mixnews.lv в рубрике «Зеленая лампа». Благотворительный фонд, мы всегда это подчеркиваем, BeOpen, не берет никаких отчислений, никаких процентов. То есть целиком вся сумма лежит на целевом счету человека, которому она предназначается. И эти деньги могут пойти только на оплату медицинских счетов. И на этой неделе мы просим вашей помощи, чтобы два человека, муж и жена Елены Евгении Селявины, которые передвигаются в инвалидных колясках со своего первого этажа, могли с помощью ассистента, у них очень как-то опропытая, Жанна такая замечательная. У нас есть фотографии, как Жанна с помощью вот этого мобильного лифтоподъемничка сама вот просто может взять и спустить по очереди эти две коляски вниз, и все. Тогда они на свободе, они могут ехать в магазин, добраться до общественного транспорта. Это совершенно другая история. Потому что когда они уехали из пансионата, сняли эту квартиру, то Евгений, он сам по профессии руководитель строительных работ. И он придумал, значит, с помощью друзей мы привезли какие-то материалы, и он соорудил такую вот просто деревянную доску, по которой съезжать. И она у них стоит в коридоре, вот когда мы пришли, мы говорим, что это такое, трамплин какой-то. Он говорит, я вот придумал, сконструировал такую, и вот он пробовал съезжать, он два раза упал с этой доски, потому что там не регулируется угол. А вот этот вот мобильный портативный подъемничек, он оборудован датчиками, эти колеса инвалидной коляски там стабильно крепятся. И главное, что вот этот угол, как наклона, автоматически регулируется. В общем, это прекрасная такая штука, которая просто вот этим людям, ну как даст абсолютно другое качество жизни. 9-3-0-6-3-8-4. Юлита Даниил, а какой из ваших вот каких-то добрых дел, скажем, лично, да, по каким-то эмоциям, особенно ценно для вас? Сложно выделить какие-то. Ну, мне сразу приходит самая массовая, наверное, наша акция, это СОС-коробки, которые мы во время первого локдауна и первой волны делали с помощью тоже огромного количества добрых людей и невероятной просто отзывчивости волонтеров, водителей. Ну, то есть у нас там просто не какая-то сумасшедшая команда собралась, которая готова была посвятить круглые сутки вот этому делу. Мы изначально взяли, скажем, наши контакты пожилых людей, которым было тогда вообще запрещено, вообще не советовали нос показывать на улицу, потому что ни вакцин, ничего, как бы магазины нельзя, никуда нельзя, и у всех там заканчивались тоже средства к существованию, Барбора и все остальные доставки еды, они там с огромными очередями работали, и у них просто, ну, у людей заканчивалась еда. Да, у многих даже как бы и деньги заканчивались. Да, да, и одно, и второе, и то есть такая удручающая вообще ситуация, и мы просто закупали продукты и отвозили пожилым людям какие-то там, где-то мы рассчитывали, что там в одной коробке этой хватало, ну, на месяц, не шиковать, конечно, но нормально, и оно взорвало просто и соцсети, и сарафанным радио, то есть нам, то есть изначально мы звонили ветеранам, про которых мы знаем, которые одинокие, у которых там тяжелая ситуация, и потом это вот пошло-пошло, и у нас уже телефон под конец акции разрывался просто почти круглые сутки, потому что все начали передавать друг другу, что вот есть такие ребята, они приедут, помогут, а у нас была отдельная история с тем, как мы дезинфицировали все продукты, раскладывали, закупали, ездили, ну, в общем, то есть, но все это было тоже на пожертвование, и я честно не ожидал, то есть для меня это таким шоком было, что настолько большое количество у нас добрых людей, которых заботят вообще совершенно незнакомые им люди, мы даже не так много личных каких-то историй рассказывали, мы просто говорили, что вот есть такие люди, и люди жертвовали, и это, ну, вот, это то, что мне первое приходит в голову, вот такая самая... Ну, да, к нам тогда еще присоединились ребята Артем с Лаурой, которых, к сожалению, не стало, они погибли, и они в ту акцию нас очень сильно поддержали и финансово, и выделили нам, можно сказать, ребят, которые с нами помогали, нам помогали сортировать все эти продукты, развозить их, была невероятная от них поддержка, и, конечно, погибли... Ну, в автокатастрофе разбились. В автомобильные, да? Видите, как вот мы вспомнили их, а вот у нас история Лены и Жени, вот они не погибли, да, то есть они выжили, и Женя говорит, что он, когда он попал в очень тяжелую аварию, он практически около года провел в коме, когда он пришел в себя, и он понял вообще, что с ним произошло, а там история такая, что он действительно очень хороший строительный специалист, и он работал за границей много, а за несколько лет еще до аварии он развелся с женой, оставил жене и сыну квартиру, а они уехали вообще жить в другую страну, ну, так как он работал за границей в регионе, он снимал квартиру, он хорошо зарабатывал, и тут вот он очнулся после кома и понял все, что с ним произошло. Вот, а Лена, она парикмахер, и она просто переходила дорогу и попала под автомобиль. Она жила с дочкой в маленькой крохотной квартирке, однокомнатной, где комната 13 метров, когда она после нескольких операций в коляске вернулась в эту квартиру, она поняла, что, во-первых, в этих 13 метрах коляска не может просто проезжать, это же нужны специальные дверные проемы, и она приняла решение, что она поедет жить вот в этот пансионат Гайлизерс. А когда дочка недавно вышла замуж, и Лена переписала квартиру на дочку, ну, подарила квартиру дочке, там в этих 13 метрах живет дочка, с зятем, и Лена не может претендовать на социальную квартиру, потому что это считается как продажа квартиры, и все. А Жене предложили какую-то социальную квартиру, но на одного, вот, и две коляски там тоже развернуться не могут. И поэтому вот они решили, что они снимают квартиру, но сейчас так, как они оформили отношения, они поженились, да, есть надежда, что все-таки есть шанс получить социальное жилье, где две коляски смогут каким-то образом разворачиваться, да. Поэтому, вот, в общем, они живут с надеждой на лучшее, смотрят оптимистично, вот, ну, просто… Я искренне всегда восхищаюсь такими людьми, ну, потому что, наверное, это есть большая разница между людьми, которые, ну, скажем, рождены были с какими-то ограниченными возможностями, и теми, кто вот перешел от одного состояния в другое, и не упал духом, и продолжает вот с оптимизмом смотреть, улыбаться, там, вводить отношения, да, какие-то планы строить. Я вот, ну, искреннее восхищение и аплодисменты этим людям, потому что очень… Вот, ребята, у меня такое предложение, мы вам потом дадим контакт, Лена с Женей, да, и, возможно, кто-то из ваших, скажем, волонтеров, кто-то живет неподалеку, просто можно к ним прийти, они говорят, приходите, просто чай попьем, вот. А Лена, она очень трогательно о нем заботится, он любит блины, и вот она приспособилась на эти свои инвалидные коляски, значит, и вот она ему печет эти блинчики, она говорит, приходите на чай, я вас… чай с блинчиками, вот. И, возможно, просто вот вы придите к ним в гости, посмотрите, и, может быть, какая-то там им нужна помощь, которую вот с помощью там вашей волонтерской организации, что-то такое человеческое, можно еще… Конечно. Обязательно, конечно. И на своей страничке тоже везде поставим информацию о сборе, чтобы была возможность у наших подписчиков тоже ознакомиться с этой историей и пожертвовать замечательным людям. А вот расскажите, вот волонтеры, часто появилось в последние годы это слово, волонтеры, вот что это за люди, как бы вы их определили, вот как вы их находите, откуда они появляются, они какие-то, ну вот, чем они отличаются? Я могу сказать, что они у нас все сумасшедшие, по-хорошему, сумасшедшие. Я знаю, что многие из них нас сейчас слушают, им всем большой привет. Я не представляю, откуда в них столько сил и желания в таком молодом возрасте вот помогать каким-то пенсионерам, людям с инвалидностью, к животным ездить, в то время, когда можно сидеть в компьютере, как большинство молодежи делает. Вот нет в них это… Можно сидеть на террасе в баре, пить опироль на эти деньги? Можно, но да, вот они как-то все вкладывают в добрые дела. И мне кажется, что детям, допустим, из детских домов, в которые мы приезжаем, им намного интереснее с нами общаться, чем какие-то там, когда чиновники или взрослые дяди приезжают с подарками, они их сами называют спонсорами, оставляют эти подарки, уезжают, а мы приезжаем к ним всегда с мероприятием. Мы со многими из них, и потом общаемся в социальных сетях, поддерживаем связь. Иногда это очень тяжело, потому что мы были в детском доме, где ребята с инвалидностью все, и вот им нужно как-то очень много всем внимания, и когда это переходит уже к какую-то черту, когда там начинают писаться сообщения, ну, как бы, будь моей мамой, или там, ну, ладно, хотя бы девушкой, то иногда приходится дистанцироваться, чтобы в первую очередь им не навредить, потому что тут очень такая всегда тонкая грань между помощью и... Врядом, да, возможно. А я посмотрела на ваши страницы в социальных сетях, очень красивый репортаж. К началу учебного года у вас была акция, и вы ездили очень далеко от Риги в Латгалию, да? То есть и на Новый год вы ездили в Латгалию. Да, но мы в разные места ездили. Последний раз мы приехали в школу-интернат, где живут и учатся с понедельника по пятницу детки с инвалидностью, детки-аутисты, с ограниченными возможностями в движении. Мы приехали к ним в первый раз, привезли им, что мы там привозили, констовары, даже тренажер привезли, но мы туда к ним вернемся обязательно еще с мероприятием, думаем на масленицу, скорее всего. Дай бог, чтобы ограничений никаких не было. А до этого мы ездили вот в школу. А то есть вы поехали, посмотрели просто, ну как, скажем, что за контингент, да? То есть что им можно, что нельзя, что им будет интересно, да? И с директором познакомились. Там, конечно, в Далгов пился это особенные люди, там раздули такую проблему из нашего призыва помочь детям. То есть как бы, в принципе, у них все есть, да? Их как бы чем-то обеспечивает самоуправление. В чем-то государство, да. В чем-то государство, но туда приходят, и там учатся ребята из малобеспеченных семей. И действительно у некоторых из них нет даже теплой одежды, нет ручек с тетрадями. Мы для них собирали эту помощь. И там началось вот, а куда тогда средства пропадают, которые выделяются, еще что-то. Никто не мог поверить, что мы вот такие вот, что мы действительно что-то соберем и привезем. И когда директор сначала испугался, но потом увидел нас с нами, познакомился, он нас очень благодарил. И да, мы надеемся. Ждет еще раз в гости. Да, договорились, что, может, на Масленицу приедем. Уже с мероприятием, там, с сжиганием и всего чего. Люди не всегда однозначно реагируют, но потом, когда видят уже по факту, все говорят, о, а может и к вам теперь присоединиться. Это неплохо, у вас мероприятие прошло. Обычно вот еще такой всплеск благотворительной активности, это Рождество, Новый год, да? И у вас была акция, когда дети писали письма Деду Морозу с какими-то своими детскими заявками. Вот расскажите, что они просили, и как вы потом вот с этими просьбами работали? Часть просьб сразу забрал вот Артем, которого, к сожалению, не стало. Он сам был Дедом Морозом, на гелике туда приехал. Дети въезжали от восторга. Но он очень переживал, что он не сможет хорошо сыграть Деда Мороза и попросил у нас на разрешение быть латвийским братом Санты, потому что у него там борода, все такое, своя, черная. И остальную часть мы собирали через Фейсбук. Да. Но ребята просили такие мелочи, типа... Да вот какие просьбы? Ночник. Лампочку. Да, лампочку. Мальчик боится темноты. Он просил красивый ночник. Там кто-то просил синтезатор, потому что занимается музыкой и хочет продолжать развиваться. Какие-то творческие вещи тоже. Ну, то есть, там буквально... Лампочки для елки, карты памяти. То есть, ну, мы когда получили, мы думали, что это, где там... Потому что бывали случаи, когда там, значит, iPhone 13 Pro Max на максимальную память... Деда Мороза, да? Да-да-да, MacBook, еще что-нибудь, ну и добро пожаловать, в общем. И когда такие письма приходят... Ну, просто это невозможно физически и финансово потянуть. Но, ну, иногда, наверное, кажется, что если это дети не пишут, скажем, те... Пишут, может быть, их родители, которые в тяжелой ситуации, у которых они просто проживают в этом детском доме и на выходные уезжают. Я, ладно, куда-то я не туда ушел. Простите. Не, иногда просто кажется, что детям кто-то подсказывает, что писать. Но в этом в детском доме было видно то, что ребенок писал сам, потому что, ну, вряд ли кто-то попросит там белые чистые носочки. Да и даже такие просьбы были. Костюм Спайдермена. Господи, мы облазили весь интернет, всю Рибу объездили. Не было костюма Спайдермена, но, тем не менее, удалось найти. Какая-то модель трансформера там была определенная. На самом деле такая ерунда, и мы тоже, несмотря на карантин, мы делали мероприятия, мы делали через Zoom мероприятия со всякими играми. У нас наши ребята, каждый у себя дома сидел, все подключались, даже там в крокодила играли, показывали картинки, мы отгадывали, я не отгадывали. Потом вот приезжал Дед Мороз, дарил подарки. А то есть из, скажем, вашей команды допущен физически был только Дед Мороз, да? Да. Ну, он приехал туда с эльфами. Ну, то есть те, кто должны были раздать подарки, и, собственно, Дед Мороз. А мы отсюда. А все остальные по Zoom организованы были, да? Было здорово все равно. Ну, это же чудо, да, что вот ребенок попросил костюм Спайдермена, он его получил, да? Да, конечно. Скажем, а вот эти эмоции, да, вот вы, когда вы видите вот эту ответную реакцию, скажем, вот как вы для себя определяете, что вас больше радует, когда вы что-то получаете или когда вы отдаете? Я вообще не умею принимать. Я умею давать только. Мне кажется, очень странным, когда кто-то делает какой-то комплимент или что-то доброе в наш адрес, скажут, что нет, это же мы должны этим заниматься. Ну, вы знаете, это тоже неверно, потому что, в принципе, любой комплимент, любой подарок, нужно принимать благодарность. Надо всегда говорить спасибо. Ну, это, конечно, но внутри такой мандраж, за что, как. Мне вообще кажется то, что мы не делаем ничего такого особенного, хотя нам все время говорят, что вот вы молодцы, мы просто не вкладываем в это, мы не анализируем, вот мы там съездили, сделали. Мы как-то на таком, простите за бедность речи, на расслабоне это делаем, и мы просто этим живем. А после какого-то мероприятия обязательно собираемся где-нибудь там поужинать, покушать все вместе. Ребята сами в организации, которая находится, они называют нас семьей. Кто-то плохо что-то сделал, мы его отругали, и дальше пошли вместе. Мы стараемся не выносить никаких ссор из-за сбы, потому что они во всех живых организмах бывают. И вот мы прям такая семья-семья, которая даже во время карантина там пытались как-то встречаться, ну, как бы соблюдая меры. Но мы не можем друг без друга уже. Да, мне кажется, что одно из вообще ключевых таких потребностей человека – это видеть результат его какого-то труда, чтобы он был заметен. Чтобы он во что-то воплощался не просто в виде зарплаты, еще чего-то, а когда видишь, как ребенок, к которому ты приехал, который там, ну, сначала, когда приезжают, понятно, все знакомятся, он немножко в стороне стоит, забитый, и под конец мероприятия он там со всеми уже носится, не хочет отпускать, у него глаза горят. Хотя он там еще до подарков даже не дошло, но он уже просто со самой атмосферой этого дня как-то изменился, и какая-то появляется надежда на то, что это и останется с ним и дальше, что у них. Ну, потому что там в некоторых местах действительно очень депрессивная атмосфера, у них нет какой-то веры в будущее, в то, что они, понимание того, что они будут делать, когда вот здесь все сейчас, когда они живут на всем готовом, оно закончится, их выпустят, и вот, ну, они не знают, что делать. И когда окажется, что у ребенка появляется надежда на то, что, ну, вот он видит пример какой-то того, чем можно заниматься, когда мы там с профессией какие-то, с пожарными приезжаем, еще что-то, вот, наверное, для меня это одно из таких самых-самых важных вещей. Вы знаете, перед эфиром вот мы с Даниилом говорили о том, что, в принципе, люди, которые занимаются благотворительностью, сталкиваются с таким внутренним своим вопросом, что, в принципе, вот все, на что собирается помощь общества, да, помощь отзывчивых людей, по идее, вот по уму, должно брать на себя государство, да. И очень интересно, Даниил рассуждал на тему концепции справедливости. Да, их есть три. Есть вот, когда все просто можно взять и разделить, всем поровну, и, ну, если у кого-то большие потребности, ну, извини, вот всем досталось, столько-столько есть. Есть та, которая, наверное, более справедливая, ну, можно, справедливая справедливость, это когда каждому по потребностям. И третье, это когда, вот наша, наверное, ситуация почти во всем мире, когда у 10% населения находится 90% ресурсов, и это не очень правильно. И мне, правда, ну, не очень понятно, почему у нас государства, у которых больше всего ресурсов, у которых больше всего возможностей, и это не только про наши государства, это вообще про все. Почему в государствах люди вынуждены собирать, там, детям, для которых, там, вот какие-то определенные финансы, это вопрос жизни и смерти, это не просто, ну, как бы, приехать какая-то, там, улучшить качество жизни, еще, ну, подарок какой-то. Вот это вопрос, вот будет жить человек или нет. И почему для них нету каких-то, вот, там, специальных фондов, когда государство просто берет, вот, на, вот мы спасаем тебе жизнь, потому что ты, там, не знаю, гражданин наш, твои родители, и их прародители все были, все платили налоги, вот, ну, как бы, это наш такой ответ. Мне кажется, это очень неправильным. Ну, вот вы молодые, и у вас есть какой-то шанс, может быть, каким-то образом изменить этот мир, разработать какие-то другие концепции. Мы стараемся. Мироустройство. Ну, все. Главное делать самим, ну, это всегда. Не надеяться на других, мне кажется. Да, и, конечно, особенно, когда касается, это, скажем, острых ситуаций с лечением детей, да, или, скажем, с реабилитацией инвалидов, да, которые уже граждане, а не члены нашего общества, конечно, такие мысли возникают. Но, в принципе, вот наша позиция такая, что мы можем делать какие-то проблемные публикации, и мы их делаем, да, и что-то меняется. Например, чуть-чуть сдвинулась ситуация с компенсируемыми лекарствами при онкологии. Вот наша программа «Зеленая лампа», мы даже гордимся тем, что несколько лет назад у нас была история про такую воспитательницу из Сигулы Татьяна Битчика. Мы ей собирали огромную сумму на дорогие лекарства от онкологии, от меланомы, которые были некомпенсированы. Потом она инициировала на Манабалс ЛВ сбор подписей, подписи были собраны, инициатива была передана. И вот прошло несколько лет, и сейчас это лекарство при этом диагнозе уже компенсируемо. То есть, вот, скажем, общественный резонанс – это тоже очень важно. И поднимать эту проблему, говорить, формулировать разные проблемы, да, связанные с разными категориями тех, кому нужна помощь. Но при этом, да, вот здесь и сейчас, вот, человеку нужна помощь, да, и от государства ему не положена эта помощь, да. Что вот мы отвернемся, да, и сделаем вид, что мы не заметили. Вот именно для этого и придумана наша программа, да, что человек в беде, человек в острой ситуации. И если, скажем, наша аудитория чувствует себя более благополучной, чем тот человек, который в беде, да, то люди очень откликаются. Вот, и напоминаем наш телефон 930-6384. И мы просим помощи для того, чтобы муж и жена, которые передвигаются в инвалидных колясках, Елена Евгения Селявина, Режане, смогли приобрести подъемник, который стоит 2895 евро. А вообще сумма для начала лечения, чтобы Евгений мог уже сейчас начать готовиться к операции, 5200 евро. Если это удастся, то мы изменим жизнь вот этих людей к лучшему однозначно. Ребята, скажите, а как, например, вот сейчас вот кто-то послушает нашу передачу и подумает, я бы тоже вот готов пойти, значит, и помогать. Как стать волонтером? Вот я хотела еще в дополнение предыдущей темы дополнить. Мы, как Даник уже рассказал, делали эти соцкоробки, помогали пожилым людям в прошлом году. Вот недавно Даник съездил к ветеранам, и, может быть, ты расскажешь эту историю, я потом дополню. Поехал к ветеранам, там, помочь с продуктами, и они, сначала они попросили еще перевести им два письма, к которым пришли. Это официально были откаты, ну, по поводу повышения цен на электроэнергию. Сначала они не очень поняли, сколько им там надо будет переплачивать, доплачивать, и второе, это было за газ, по-моему, тоже повышение цен. Я им все перевел, они посетовали, что, ну, вот так, потом посмотрели на меня и спрашивают, а почему вы здесь еще вообще в Латвинах? Ну, почему вы остались в стране, что вы тут делаете? И рассказал. Ну, на самом деле, вот это вот так грустно, потому что мы понимаем, что... А как ты сам себе отвечаешь на этот вопрос? Потому что, ну, у меня есть какое-то внутреннее ощущение, что я здесь, наверное, могу что-то изменить к лучшему. Потому что нигде в другом месте у меня не будет такой великолепной команды единомышленников, с которыми можно вообще что угодно сотворить. Любой проект, любых мощностей, любых объемов. У нас просто реально люди, у которых горят глаза, которые неустанно готовы что-то делать, и нигде в другом месте, наверное. Люди у нас замечательные в стране, просто, ну, я не знаю, как их описать еще. Мы тоже всегда подчеркиваем, что люди у нас замечательные, отзывчивые. И вот так как наш проект «Зеленая лампа» – это медиапроект, да, то есть мы не получаем никакие деньги. Мы направляем эту помощь в благотворительный фонд, с которым мы сотрудничаем. А мы медиапроект, это радио, это наши коллеги из других изданий. По четвергам вот публикация, еженедельная история у нас публикуется в газете «Сегодня», вот спасибо нашим коллегам, там с фотографиями, подробный текст. И мы вот не устаем благодарить именно вот нашу аудиторию. То есть это аудитория, на которую попадает наша информация, да, о том, что вот человеку нужна помощь. И вот эта вот аудитория, которую закрывают наши медиа, это сайт, это газета, это социальные сети, она невероятная, она отзывчивая. Ну вот вы представьте, что только за прошлую неделю, несмотря на вчерашний сбой в Фейсбуке и потерянный день в социальных сетях, 1565 телефонных звонков. Очень круто. И опять напоминаем, 9306384, да, это евро 42, и евро 42 мы обычно там с чашкой кофе сравним, это даже не пачка сигарет, да. Это вот один звонок, это вроде как вот ерунда. А люди думают, ну а что там это евро 42, да, от меня, ну что там я изменю. А представьте, вот когда практически 2000 евро для человека, которому нужно было срочно оплатить химиотерапию, онкологию, принято было просто на звоночках. Поэтому мы тоже вот невероятно восхищаемся тем, какие у нас чудесные в Латвии живут люди. Ну да, еще хотелось обратиться, то, что начала говорить. В прошлом году мы делали акцию «Соскоробки», в этом году мы понимаем, особенно после разговора с ветеранами, насколько многим нужна помощь, что мы не просто не сможем потянуть в этом году эту акцию. И мы тоже всех просим обращать внимание на своих соседей, на пожилых людей. Может быть, вокруг вас есть кто-то, кому нужна просто буханка хлеба и помочь прикрутить дома кранную полочку. Просто нужно быть добрее в это время сложное. Очень много агрессии, нужно помогать друг другу по возможности. А вот такой психологический момент. Вот Даниил вначале сказал, что он, когда впервые столкнулся с историями пожилых людей, значит, ветеранов, он понял, что эмоционально это очень тяжело. И стал заниматься организацией, а потом вернулся вот к такой контактной работе. А часто бывает, что люди, скажем, они готовы перечислить деньги, но поехать в детский дом или поехать в приют для собак, увидеть своими глазами и эмоционально это пустить в душу, они боятся и не готовы. 90% таких людей. То есть организация держится на 10%, которые не боятся. Нет, в нашей организации все 100%, которые не боятся. Нет, я говорю, если мы берем, скажем, общую аудиторию, то приходят, наверное, вот 10. Ну, на самом деле и то здорово, что есть у человека возможность там сходить. Вот мы в приюты часто тоже ездим, животным помогаем. Есть возможность сходить там за 5 евро купить корм, принести. Это тоже огромный вклад. То есть он вместе с этим кормом отдал частичку своей любви и души для вот этих вот животных, которым нужна помощь. В это воскресенье будет выставка собак на Краста, 52, если я не ошибаюсь. И там тоже будет организована коробка для сбора помощи для животных. И все, кто выставляют своих собак, они обычно получают всякие там призы, вкусняшки. Вот они смогут пожертвовать для животных. И люди смогут привезти, тоже передать что-нибудь в помощь. А над каким приютом вы шефствуете? Мы вообще вот были в Елгаве, там очень маленький, ну очень душевный классный приют, до которого просто многие не могут доехать, потому что он далеко. И также мы ездим в Тепу-Тепа. Мы понимаем то, что... Ой, у меня в семье есть собачка, которую мы усыновили вот как-то в Тепу-Тепа. Ну там прям замечательные хозяева и мама с дочкой, которые вообще все это содержат. И просто... Это, наверное, мечта моя, когда-нибудь из дома моего, где я живу, сделать проходной двор для всех нуждающихся животных и детей. А вот давайте, может быть, скажем, если кто-то из радиослушателей слушает, сейчас наступает, ну все-таки осень, и будут холода уже. В связи с этим вот что вот просто люди могут... В приютах Тепу-Тепа конкретно, им всегда нужны... ну им нужна просто помощь, когда листья падают, им нужно приезжать, помогать физически убирать их, там дрова складывать, колоть дрова. А из вещей, помимо кормов, им нужны одеяла. Одеяла, повозки хорошие, миски, картон. Такое вроде... то, что не стоит дорого, но действительно будет им в помощь. И по поводу корма, вот, в принципе, многие приюты говорят, что лучше сначала позвонить и уточнить, какие корма, каких марок нужны, потому что не надо покупать корм, если ты вот, ну, не специалист, там, не по цене, не по... Лучше уточнять, да? Да, желательно уточнять. Ну, на самом деле, там, в Тепу-Тепу, например, просили просто самые-самые низшие ценовая категория, вот ее не брать, потому что... Да, потому что животных дороже лечить от этого корма. А так они рады всему, вот, правда, мы сколько звонили, спрашивали, они говорят, мы будем рады любому корму, потому что у них очень много животных, к ним привозят животных, прям оставляют у дверей ночью и уезжают, там, в щенков и котят, что с ними делать, приходится оставлять себе. Ну, значит, для пользователей социальных сетей, просто в Фейсбуке вы заходите BeKindLV, да, там информация о ваших каких-то активностях, как говорят, да, акциях. Вот, приют Тепу-Тепа так и называется в социальных сетях. Скажите, а были истории, что кто-то из волонтеров взял из приюта... На грани всё время. Всё время хотят забрать, да. Да, ну, мы всё время тоже помогаем гулять с собаками, например, когда приезжаем. Последний раз удалось выгулить всех собак, руководители приюта, не помню, это вообще последний раз, когда вот так много людей было, и чтобы все собаки нагулялись и с языком на плече возвращались в свой вольер. Грустно, все хочется забрать. Какие сейчас, может быть, вы планируете вот акции, кроме вот сейчас у вас будет организован сбор, завтра на Краста 25, сейчас уточним, да, выставка собак, куда можно тоже прийти и оставить либо пожертвования, да, либо... Нет, там только кормами. А, кормами, то есть можно приобрести, может быть, даже там корма. Наверное, да, скорее всего, да, у нас там просто коробка стоит. Краста Ела 52, это Dino Zoo Arena. А, Dino Zoo, да, да, можно будет там в Dino Zoo приобрести корм, и вы его доставите тем, кому... Мы вообще всегда призываем с нами ехать, то есть это не так то, что только привозите нам, и мы отвезём. Нет, мы всегда пишем, приезжайте, поехали вместе все, мы всегда соляночку какую-нибудь вкусную в конце готовим, всех угощаем. Да. Вот, и молодую аудиторию отправляем на страничку BeKind.lv. Присоединяйтесь, участвуйте, помогайте. Нашу радиоаудиторию на сайт mixnews.lv в рубрику «Зелёная лампа». Прочитайте там историю любви Елены и Евгения, которым мы помогаем на этой неделе с трогательными подробностями, с фотографиями. И там же опубликованы реквизиты для перечисления помощи. Их целевой счёт для них открыт в благотворительном фонде BeOpen. Никакие проценты отчисления с этого счёта никуда не уходят. И необходимый минимум для того, чтобы начать лечение Евгению, чтобы избавиться от этих безумных болей и сдвинуть очередь операции. Потому что плановая, через более двух лет её нужно ждать, эту плановую операцию, это 5200 евро. На этом наша программа подходит к концу. И ещё раз напоминаю, что гостями нашей программы были молодые, активные, замечательные, творческие, очень красивые люди. Юлита и Даниил, руководители волонтёрской организации BeKind.lv. Провела программу я, Ольга Авдевич. Всего доброго. И до следующего вторника, когда мы расскажем в эфире следующую историю. На одной волне с городом. Радио. Болтком. Виа СМС запускает новое мобильное приложение. Виолетт. Установи приложение. Пользуйся своим аккаунтом Виа СМС и получи доступ ко всем функциям профиля прямо с телефона. Начни пользоваться прямо сейчас и получи 10 евро в подарок. Условия акции ищи на сайте. Виа СМС. ЛВ. Эластичный заём. В магазинах Максима максимально выгодно. С 5 по 11 октября на молочные продукты Валмиера 30% скидка. Филе лосося с кожей в вакууме 7 евро 99 центов за килограмм. И с картой Палдес. Морковка 19 центов за килограмм. Предложение на одну покупку один раз в день до 20 килограммов. Максима. От маленьких лакомств до основательных запасов. Риме приглашает в большой день покупок купить всё и сразу, но намного выгоднее. 6 октября в течение...